Привет, интернет! Сегодня поговорим об таком интересном феномене. По-моему, зарядился он в Америке. Называется это Earthship House. В чем прикол? Есть люди, которые хотят жить off the grid. Off the grid означает, что вы находитесь посредине, не знаю, пустыни там, или, ну, грубо говоря, in the middle of nowhere, вот, то есть не подключенный там к электричеству, ни к чему. Вот. И у вас там, вы строите там дом. В чем прикол этого дома? То есть он строится из покрышек и бутылок с цементом или с глиной, допустим, в основном. То есть из материала, который у вас есть. Вот. То есть обычно это идет как задняя стена. Это чисто покрышки, забитые грязью, либо глиной. То есть их забивает каждую покрышку и строит этот дом. То есть требуется где-то в районе двух тысяч, по-моему, или четырех тысяч покрышек. То есть такое существенное количество достаточно. В чем сложность этого дела? Это в том, что чтобы одну такую покрышку забить землей. А, кстати, вес ее будет около 90 килограммов после того, как вы забили. Так вот, средний человек, такой, ну, мужик, грубо говоря, за день может забить приблизительно 6-8 покрышек. Вот. То есть такие дома, они строят, строятся обычно какими-нибудь коммунами людей, которые поддерживают такое вот, жизнь на природе, допустим, там вдалец цивилизации и тому подобное. Вот. То есть набегает там человек 30 человек, и там за пару недель они возводят эти стену из покрышек, строят стены. То есть там такой прикол, свет, допустим, спальня, да, он идет через стекло. Ну, не простое стекло, а это бутылки разрезаны пополам. То есть две бутылки разрезаются пополам, а донышка к донышку соединяются. Вставляется это все дело в глиняную стену. И получается, что солнечный свет проходит вот через такие вот бутылки. Вот. Выглядит все, конечно, очень красиво, прикольно и достаточно стильно. Вот. Дальше. Ну, то есть получается как бы такая длинная стена из покрышек, и дальше идут комнаты. Вроде как типа такого здоровенного коридора, идут комната за комнатой. Вот. Дальше идет такой мини-садик, который питается отходами вашего туалета. Вот. То есть, грубо говоря, вы сходили в туалет, все это дело. Перегоняется там такой коллектор. Из коллектора оно прогоняется через фильтр из камней. Дальше его там какие-то растения фильтруют, убирают там тяжелый металл или еще какой-нибудь мусор. Там есть такие растения, которые фильтруют. И дальше уже идут растения там какие-то полезные, допустим, да. Вот. Еще дальше у вас идет что-то типа душа. Потому что как все эти растения фильтруют, фильтруют, в итоге получается кристально чистая вода после фильтрации. То есть идет такая вот стена растений. И дальше идет такая вот полностью стеклянная стена. Причем не простая стеклянная стена, а под углом 90 градусов к солнцу делается она. Вот. Вот. И фактически получается, что солнце нагревает. Вот этот вот садик. Там еще получается несколько слоев, по-моему. То есть в итоге получается, что оно не... А за счет конвекции, то есть, как бы вам объяснить... Возле стены с покрышками там стоят, допустим, бутылки с водой 40-литровые. Получается, горячий воздух, он идет, проходит к этой стене, нагревает эти бутыли с водой. И... Они, получается, как бы после ночи уже холодные, да? То есть днем воздух циркулирует. Эти холодные бутыли охлаждает воздух у вас в комнате. А ночью, получается, они отдают тепло. Получается, как бы циркуляция идет постоянно. То есть они нагрелись днем, а отдают тепло ночью. Охладились ночью, отдают холод днем. То есть такая вот система. То есть есть разные варианты. Там либо гравий нагревается, допустим, вместо бутылей. То есть вариантов масса. И, получается, у вас как бы в самом доме, прямо в доме растет сад. Все эти растения, они убирают всякие нехорошие испарения от тех же самых покрышек, к примеру. И, как оказывается, что чистота воздуха, несмотря на то, что вроде как покрышки не особо экологичный материал, то чистота воздуха гораздо выше, чем в какой-нибудь средней квартире. Вот. Вот такие вот дома есть. Вы можете погуглить, посмотреть. Но, как я уже говорил, проблема этих домов в трудозатратах. То есть там требуется очень-очень много людей, которые все это будут строить. А вот, причем этот дом у вас будут перманентные стройки. Потому что, ну раз построили, там надо будет, допустим, одну стену подмазать или еще что-то доделать. То есть, ну, в принципе, это многие дома так, на самом деле. То есть вы чего-нибудь постоянно делаете. Вот. Вот такой вот феномен он есть. И он существует в Австралии также. То есть очень есть несколько коммун в Австралии, которые это делают. То есть фактически они не зависят от внешнего подключения. То есть солнечная энергия, солнце дает вам тепло, воды, электричество. Вот. Вот так вот. Смотрим. Вот вам этот дом. Очень похож на Earth House. Вот этот вот, с большой крышей такой. То есть приблизительно так вот выглядят, как правило, стекла. Под таким наклоном приблизительно. И, получается, они как бы делают оранжерею в вашем доме. Которая попутно отапливает через циркуляцию воздуха ваш дом ночью. Вот. Ну а днем, понятное дело, само собой. Ну а днем, понятное дело, само собой.